Вы первый раз увидели Фёдора Петровича у нас на памяти. Когда запасили оборудование. Это болющее питание, наверное, для всей области. Люди не понимают, наши избиратели, куда идут деньги, что там происходит. На своём месте, не на своём месте. И мы вот, когда, у нас единственный вопрос, как раз, это изменение статута. Больше вопросов у нас... Статуты, если друг с другом. Нет, нет, не статута. Когда мы с вами поговорим по поводу перспективы развития аэропорта. Мы никогда поговорим, а мы заслушаем. Владимир Владимирович, если у вас есть прямой профиль, 3 минуты, профиль, дальше сделано лишь... Да я не хочу это сказать. Нет, простите, я пойду. Раздавайте мои антенны с вами. Я готова. Владимир Владимирович, вы знаете, открыт диалог, да? И нам есть что сказать и показать. Я с уважением к тому, чем вы занимаетесь. Но в то время я считаю, что каждый должен заниматься своим вопросом. Правильно. И если есть профильная комиссия в профиструктуре, я надо знать, хотя бы периодически собираться, где вы периодически на эти вопросы начали от него. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы в любой удобный для вас рынок. Я для вас всегда готов. Хорошо, предложение. Заслушание позавчера надо было вас слушать. Способ вчера. Даже не вчера. Хорошо, упустили. Это заслушать исполняющие обязанности директора на следующей комиссии. Федор Петрович, вот заслушание, я же не забываю, потому что если вам зарандастся, тогда сумма затрачена. Я вам это все, я уже подготовил даже в таком красивом, красочном виде и цвете, да? Я вам скажу, что Аэропорт получил совокупно, учитывая доход, который мы получили в этом году, 18 миллионов, он совокупно получил 15 миллионов. Да, он получил доход 16 миллионов. Девятый отчет, ну, во-первых, при ней был извлечен МДС, почти 15 миллионов, получено 500-ки, нет депозита от остатка на СССР, я убрал, то есть я поменял условия с банками, самому они выручили в разы. Но если, к примеру, в прошлом году получили за весь период из 130 миллионов, они в лицотке 2,6 миллиона, то мы за 18 год, с копеек, которая пошла в 30 миллионов, мы получили 3,6 миллиона. Поэтому, ну, еще ничего не выручили. Ну, а лицотки на остатки. Просто вот, есть деньги на счету, они работают, но банк начисляет на остатки лицотки. То есть обычно он не начисляет предприятиям никому. Мы дарили, чтобы деньги вообще не грабочные, чтобы мы не... Ну, в большей степени поддержали банками, что-то... Нет, мы ничего не поддержали. Мы, смотрите, мы не держим остатку. Мы проводим тендера, делаем работы. Нам надо, чтобы полноценно построить рапорт, выйти на уровень первой котировки, по нормам все, нам надо вложить за 2 года 1,6 миллиона, да? На это будет 1,255 миллиона. Если кто-то думает, что мы что-то поддержали, мы и делаем свою работу. Вот я вам коротко скажу. Да, у меня в марту месяце по потребованию дешевых служб должен меня сделать, значит, ресадную систему построить с одного, хотя бы, курса, да? Это система посадки новая, которая стоит только 1,55 миллиона. Общая стоимость тендера, который, 125 миллиона. В конце марта заканчивается у нас сертификат на этот вид действия. Мы должны или пробиться, облет сделал, мы валили, готовы пробить и увидеть, что мы делаем, или построить систему. Мы должны, как в марте, купить пожарную машину. То есть есть определенные требования. И у нас первая сертификация, но их служб со следующего года идет. Поэтому нам денег надо и надо, но в то же время мы уже запускаемся, эти деньги мы будем уже и реинвестировать. И бюджет всех уровней будет скоро отремонять десятки миллионов гривен, но надо за час полноценно запуститься. Понимаете, извините, когда эта компания говорит, мы к вам придем по условиям, у вас будет дирайсер, воздушный запуск, у вас будет оборудование, по уборке полосы, есть нормы, да? После себя падать, в течение часа убрать полосы. Но, к сожалению, на что получается? У нас на старом предпятии были КПНК, они, предыдущим директором старого предпятия, ЖЭО, были отданы кому-то в аренду. Не хочу называть, это, кстати, использовал моей информацией депутата Балсовета. Он ее спрятал, он не отдает нам, и мы вынуждены сегодня, мы в полицию здесь обращались, мы вынуждены сегодня закупать КПНК. Но, понимаете, какая есть ситуация? Это если коротко. Но, на самом деле, мы невзирая на непрудность к работе, мы развиваемся, и я с их поражаю, покупайте гребу, полеты. Я встречался с несколькими территорами рапортов, и вы знаете, на сегодняшний день единственный, кто самоокупаемый, это у нас Борис, по-моему, все остальные на дотации областей. У вас есть вообще расчет какой-нибудь? Есть у нас, у нас есть, все там оконится. Тогда вы вернуете нам грошки, которые мы получали. Но, вы знаете, сначала давайте так поэтапно, чтобы вернуть то, что вы дали, надо дать то, что вы пообещали. Ну, ты так, я хочу. На самом деле, это программа развития, да? Нет, ну, я вам скажу так, да? Вот, условно, мы с вами решили построить дом, издавать евроиду и вынуть деньги, да? Но мы построили коробку, как же не построили? И, слушай, а когда деньги вернешь? Так, нам, может, нам, ну, еще чуть-чуть сделать два шага, мы сделали 10 с вами шагов, сделать два шага, завершить и начать опрямую адвокатику. Понимаете? Я думаю, что деньги вернутся в областном совету в 2021 году. Нет, ну, тебе у вас уже что-то не будет. Слушайте, моя задача, на здоровье, моя задача запустить предприятие и вывести на нормальный уровень. И спасти предприятие. Когда я туда пришел, у предприятия не было ни одного сертификата, ни единого, и введения, как это строить и делать. Я сертифицировал все службы, сделал все работы и получил... Это у вас коллектив, да? А то я не... Нет, нет, я послушаю. Конечно, коллектив. Вы общались с руководителем аэропорта. Скажите, ну, как вы считаете, есть какие-то квалификационные требования, которые определяются? Конечно, нет. Конечно, нет. Как вы думаете, Федор Митлович, вот специалист профильный в вопросах аэропорта или он взрывает на же день у тебя? Федор Митлович не понимает, что делать. Я мой, что делать. Я вопрос... Потому что у нас специалист. Он, наверное, не... А потом, наверное, я отвечу, потому что вы меня отгрозили. Как же? Ну, поймите, ну, если... Нет, я могу ответить, пожалуйста, что вы меня задали вопрос, пожалуйста. Я отвечу. Ему хотя бы дать должное за то, что он какой-то уже, конечно, результату подходит. Если бы за это. А то, что... Ну, есть у него квалификация, нет квалификации... Да я отвечу на этот вопрос. Чего? Я не стесняюсь по квалификации. Ну... Да, безумно. Я вопрос... Я знаю очень много талантливых, в кавычках, профильных специалистов, которые завылили свое дело. А многие вещи вытаскивали непрофильные менеджеры, которые просто умеют, скажем так, навыки управления. Но все-таки... Я прошу ответить, потому что мое имя затронули, я вслужу. Вы знаете... Вы знаете... Это свите куда-то. Нет, нет, нет. Я вслужу. Смотрите. Я... Значит, согласован в университете службы. Это первое. Курсы выздорово какие-то забыли, спокойнее. Да. Я все закончил в курсе. Я управляюсь по образованию и с большим колоссальным опытом работы. Я созидал, создавал строительные компании, компании транспортные, которые требуются опыт работы в этой сфере. Я работал на обладающих должностях. У меня квалификация подтверждена и это подтверждение. Есть ответ на запад даже администрации по толстой службе, что мы... Я не уволялся. Вы отличный менеджмент. Я понимаю. У нас авиация и менеджмент. Это главный вопрос. Я вам рассказываю. Задача управления... У меня есть профильные замы с авиационной питанием, с питанием авиационной безопасности. У меня есть отдел по РТЗ, радиотехнические засобы, спецтранспорт, понимаете, узкопрофильные специалисты. У меня задача организовать работу. И пришлетчик, и пришлетчик. Я одно замечаю к вам. Вот это выбор, если все равно слово запустим. Его можно запустить как вверх, так и вверх. Да, мы уже... Видно было, работают и предприятия. И тогда нам осталось только вывести на нормальный бой. Да, Дмитрий Иванович? Вы не на своей комиссии. Спасибо. Да, надо поставить на основание, прошу, спать. Спасибо.